Доброе утро! Меня зовут Виктор и я профессиональный кинолог. Сегодня я вам расскажу, как правильно общаться со щенком. Первый момент заключается в том, что вы должны понять, что щенок не учится через наказание. И каждый раз, когда вам не нравится какое-то поведение вашего щенка, в первую очередь вы должны подумать, какое поведение я хочу видеть взамен. Вы хотите видеть взамен. И вот вам просто как пример. То есть, чтобы этот щенок сейчас не мешал нам снимать этот сюжет, мы просто взяли лакомство и показываем ему, что вот, находиться здесь и есть вот это лакомство гораздо прикольнее, гораздо интереснее, чем бегать и всех кусать. Далее вы должны понимать, что щенки это очень впечатлительное создание и из-за этого они очень быстро устают. И поэтому только каждодневные коротенькие занятия будут иметь хороший эффект. То есть, нет смысла, если вы целую неделю с собакой ничего не делали, в конце недели пытаться два часа с ним заниматься в надежде, что сейчас он все запомнит. Не запомнит. Третий крайне важный момент. Пожалуйста, не пренебрегайте поводком. Это безопасность вашего щенка и окружающих. То есть, пока ваша собака на поводке, она никуда не убежит. Она не подерется ни с какой собакой, не провалится ни в кою люк и не поднимет никакую гадость. Ну и, естественно, поводок это базовый инструмент для настройки каких-то элементарных команд. То есть, с помощью поводка мы учим команду ко мне. И, кстати, этот чудесный щенок по кличке Тея в поисках своих новых хозяев. Номер вы можете видеть на экране. И помните, вы можете купить собаку, но ни за деньги не купите влияние ее хвоста.